здравствуйте друзья я приветствую вас на своем канале сейчас мы будем делать вкусную и полезную настойку на кизиле для этого нам понадобится естественно кизил вот у меня такой спелый красивый яркий кизил также понадобится хороший чистый дистиллят здесь у меня 53 градуса если дистиллята нет то можно взять или водку или разведенный спирт или коньяк также понадобится мед вот у меня майский хороший мед корица делать я это буду все в трехлитровой банке и закрывать буду вот такими вакуумными крышками с насосом под вакуумом экстракция всех веществ кизиле будет просто быстрее проходить в дистиллят если таких крышек нет насоса нет ну просто будет дольше стоять вот и все разницы большой нет можно обойтись и без этого делается все просто высыпаем все это в банку кизил уже помыт банка тоже здесь килограмм кизила по желанию можете взять меньше но я хочу чтобы настойка была именно такая насыщенная бросаем сюда палочку или пол палочки корицы я вот люблю очень запах корицы поэтому я вот в такие напитки и очень часто добавляю пару ложек майского меда можно обычный в принципе взять какой есть у меня просто этот очень ароматный хороший поэтому я беру его опять же сладость регулируйте по вкусу который вам понравится это всегда можно добавить потом уже в готовый продукт немного подождать это все растворится и тоже будет все нормально если меда нет можно добавить просто сахар мало ли у некоторых на мед аллергия ну и заливаем дистиллятом закрываем вакуумной крышкой если нет обычной и откачиваем воздух вот сразу видно как из ягод пошел газ вот прям видно очень хорошо из них начинает прям вытаскивать все вот это то что нужно и ставим куда-нибудь в темное место на пару недель при комнатной температуре а потом мы попробуем и уже будем знать что сюда добавить или разбавить или наоборот добавить еще дистиллята все будет видно потом вот и все делается все очень быстро и легко ну что друзья пришло время пробовать настойки сегодня начнем с кизиловой ну вот я немного отлил цвет просто сказочный здесь немного присутствует такой цвет от бочки такой коньячный но все остальное конечно заполняет вот этот красный кизил цвет очень красивый запах тоже великолепный прям вообще никакого запаха дистиллята нет вот пахнет просто просто соком каким-то спиртуозности никакой не чувствуется хотя заливал сюда я все-таки крепкий спирт точно уже не помню или 50 или 55 градусов это нужно посмотреть по моим записям пробуем целительный напиток он реально полезный ой какой запах вот запах такой небольшой есть ванили хотя я сюда по моему ее не добавлял корица корицу я добавлял запах ее тонкий чувствуется но вот спирта не чувствуется совершенно прям вот как компот пробуем пробуем очень вкусный такой кислинка присутствует такая прям хорошая кислинка крепость все равно чувствуется но она никаким образом вот не смущает она прям просто греет немножечко очень вкусно получается очень вкусно корица присутствует вот кто не очень ее любит я вот корицу везде пытаюсь добавлять потому что вот мне нравится вот в напитках корица но вот здесь можно было конечно на эту банку не целую палку корицы положить а все-таки половиночку потому что она такую свою ноту имеет очень вкусный по сладости меда я сюда клал точно не помню две или три столовых ложки из такого напитка естественно можно сделать прям такой ликерчик хороший больше добавить меда или сахара и он будет еще такой вот именно женский вариант потому что пить его ну настолько легко что не надо ни закуска никакая ничего прям вот совершенно легко я вот тут приготовил закусочку а она вроде как и не понадобилась ну очень вкусно очень вкусно вообще совершенно пойдет без закуски просто куда-нибудь с собой вот взять на любой пикник как вино практически очень хорошая штука совершенно приятный вкус я даже не знаю что сюда можно добавить или чего-то убавить ну может быть вот единственное что корицы меньше надо было положить а вообще вот мне все нравится дальше буду делать точно такой же вернее у меня еще есть в кладовке такая же банка только я ее делал не на настойном дистилляте из бочки а просто на чистом на белом вот еще ту попробую не знаю какая будет лучше потому что что мне понравилось в бочковом дистилляте это то что вот он все равно напитался какими-то такими ароматами приятными вот откуда-то там черносливом отдает я вот даже не могу понять потому что в бочку я ничего не добавлял но все равно вот дистиллят чем-то там таким ароматным вкусным напитался и я вот это все соединил с кизилом ну я думаю многие знают что кизиловая настойка это такая классика многие ее делают кизил очень полезный поэтому как бы пить его просто глотать там как водку люди пьют я думаю не надо а вот так вот взять перед ужином рюмаху выпить это будет очень хорошо я думаю и полезно будет ну очень вкусно прям вкусно-вкусно все мне понравилось вот я такое буду делать теперь регулярно я даже жалею что мало сделал потому что до следующего сезона кизила не доживет удачи вам друзья до новых встреч в следующий раз попробуем какую-нибудь другую настойку у меня их там наверное штук шесть отец колрохит доия е как машина